В этом видео мой друг айтишник купил себе мотоцикл и решил стать эндуристом. Мы смотрим его мотоцикл, мы смотрим его экип, Антон раздевается. Далее мы пытаемся завести его мотоцикл. Прыгать нужно именно в тот момент, когда больше всего страшно. Антон пытается проехать первые метры и ему это удается. Мы выезжаем в поля, где встречаем красивый закат и получаем неожиданное признание. Здесь не только я и Гоша, мы можем поцеловаться на закате. Здорово, друзья! У нас сегодня будет крайне необычный выпуск. Дело в том, что мой друг решил стать эндуристом. Он уже купил себе новый эндуро-мотоцикл. Он говорит, мне уже почти скоро 60 лет, а я еще так ни разу не поучаствовал на эндуро-романьякс в Румынии. Хочу, говорит, начать тренироваться и заниматься этим делом. Так что мы сейчас берем наш мотоцикл Матард, к сожалению, потому что эндурик у меня нету, и едем к нему. Расскажем про его новый мотоцикл. Посмотрим, какой себе он купил новый полностью с иголочки экип. Ну и, конечно же, чуть-чуть с ним прокатимся, посмотрим, как он себя чувствует в седле. Так как у меня нет эндуро-мотоцикла, и сегодня мы не планируем жестить, я еду на Матарде, где вот такие вот замечательные слики. И, собственно, я буду одет тоже немножко не совсем по эндурному. То есть на мне вот такие вот сапоги, более высокие, абсолютно гражданские штаны, городские. Ну и сверху будет чисто черепаха. У нас плюс 33, жара дикая, поэтому выживаем как можем. Ну что ж, погнали. Эээ, кого мы тут видим? Старый пес. Не знаю, почему тебя псом назвал, извини. За мат, извини. Извиняюсь на коленях. Эээ, охуеть, какой гараж полный китайского говна. Уважуха, у меня такой же. А, ну это искусство местного. Ага, понятно. Сейчас будем делать распаковку Антона. Распакуем сейчас тебя. Итак, это Антон. Сейчас появляется здесь надпись, типа, жених, там, 57 лет. Что там, блин, айтишник. Да, вот это все. Рассказывай, значит, почему ты решил стать эндуристом? Ну, с друзьями пошел просто прокатиться один раз на эндуриках. Понял, что это мое. Мне понравилось с первого раза. Не знаю, говорят, любовь с первого раза. Это все фантастика, но для эндуристов это, наверное, правда. И ты сразу загорелся, типа, второго раза не будет, второй раз уже будет на моем собственном, да? Конечно. Потому что тратиться на прокат, это, конечно, здорово, но хочется что-то иметь свое, чинить гаражи. Я, кстати, в свое время, я точно так же сделал, только я вообще в прокат не пошел, а сразу все купил моотик, сразу же свой первый. Потому что думаю, ну, блин, тратить на прокат зачем? Надо сразу потратить все на моотик. Так, давай немножко про твой моточикл. Шо у тебя? Шо ты взял? Изначально я думал взять просто какой-то кайо, китайское, барахло, все говорят, все катаются, полмолдовы катаются на этих кайо. Потом магазин, магазин. Мы не называем магазин, они нам не платят. Хорошо, неважно. Я купил на базаре, на базаре купил, короче, Т-4 300 кубиков. У которого есть баланс с хафт. Баланс с хафт, да. Да, это значит, что 300 кубов и есть балансир. Балансир, рабочий вал. Да, балансир, то есть он, типа, не должен трястись. Хотя, вот честно говоря, на своем Т-4 я никогда не страдал от тряски, потому что, блин, ты и так трясешься, потому что это эндуро. Да, я уже трясусь, даже если я не сижу, не сел на их дуру. Ну вот, тем более. Значит, здесь стоит 175-й у нас мотор. И, по сути, вот насколько я подозреваю, по моим ощущениям, это тот же самый 172-й, только с бигбором. Мне так кажется. Потому что это та же самая воздушка, просто на 300 кубов и с балансиром. Опять же, те же самые 172-е есть и с балансирами, и с бигборами. Короче, они намудрили и вот сделали какую-то такую вот 175-ю модификацию. В остальном, это что? Это старый, добрый Т-4. Видосов у меня на канале про него море, можете посмотреть. Линзовая фара. Ну, естественно. Ничего себе. Вчера привезли абсолютно новый, пленочки ничего не снимал. Да, я вот, он детственный буквально. Гоша приехал, я решил его распаковать принял. Даже не заводил ты его еще, да? Ни разу не завел. Офигеть. Короче, первый запуск будет скоро. Так, Антон. Значит, смотри, ты сразу же себе купил допы к нему, да? Давай посмотрим, что ты купил. Рассказывай. Значит, я на Алиэкспрессе сразу же, заранее узнав, что у меня будет, что люди там покупают себе, докупают какие-то вещи, улучшалки и так далее, я себе докупил. У меня есть полезное видео на эту тему. Заходите, смотрите. Да, заходите, смотрите. Значит, первое, что я подумал, это, что удобно было переключаться. Это вот этот вот, как ты его назвал? Ну, рычаг. Рычаг переключения. Передач, да. Передач. И чем он отличается? Типа он имеет изгиб? В отличие, да, от стандартного, который идет в комплекте, там прямой. И он идет немножко под... Ну, давай поставим, покажем сразу же. То есть... Ну, это тоже алюминиевый, да? Да. Стандартный. И этот алюминиевый. И этот алюминиевый. Он просто идет чуть-чуть вбок. Взял короткую ручку для тормоза. Подожди, а где у него бачок? Он же на тросиках. Ты что, прикалываешься? Вот бачок твой. Блядь. Нет, подожди. А, нет, нет, ну, все правильно. То есть это просто ручка, которая... Бачок... А ты уверен, что она сюда встанет? Да, это от нее. Прямо... Модель именно от нее. Ну, смотри, блин. Я просто не уверен, что она прямо сюда встанет. Твоя кастомная ручка именно вот в эту стандартную ручку. Как бы... Слушай, я прочитал по отзывам. Все ставят именно эти ручки на КАЮТ-4. Значит, она должна... Ну, подожди. Самое главное, что она складная. Да, она складная. В этом свяжешься суть. Да. 360, ага. Ну, блин, надеюсь, она встанет. Потому что обычно вроде продается вместе с бачками все. Та же самая история. Сцепление. Ручка сцепления тоже 360, чтобы не выломать и так далее. Ну, покажи, как гнуться. Покажи. Ну, я думаю, что рукой это сложно будет. Но вообще они типа настраиваемые там, я думаю, как-то... Ну, вообще, честно говоря, могу сказать со своего опыта, плевать складываемым и не складываемым. Потому что ты что будешь ставить? Ты будешь ставить защиту, которую ты купил. Поэтому вообще плевать. Вот честно, если вы... Вы либо ставите защиту, либо такие складные ручки. Ну, типа, вместе это излишне. Тоже Алиэкспресс? Тоже Алиэкспресс. Алиэкспресс 46 евро, по-моему, вышло у меня две штучки. Алюминий? Да, алюминий, литой, плюс всякие дополнительные штучки для... Ну, это для крепления, да. Но самый фейл большой в том, что я ожидал, что мне приедет оранжевый. Я поэтому подобрал оранжевый. Оно, кстати, вот по цвету как-то, да, я покажу. Оно так, блин, отблескивает на этой GoPro. Ну, во, во, в тени видно, что это прям чисто оранжевый цвет, да. И ты рассчитывал, что мотик такой же будет. Да, я рассчитывал на оранжевый мотик, как каюта 4, но каюта 300 идет в такой расцветке. По крайней мере, к нам, молодого. Ну, вот, он чисто черный и с таким красным. Но, честно говоря, этот красный иногда немножко прям аж в розовый отдают. Вот, честно говоря, вот сейчас на камере эта ручка выглядит розовой. Хотя она как бы такая на грани. Ну, вот честно, я скажу, мне не нравится как вот эта расцветка. И ты сказал, что тебе тоже не нравится, да? Да, мне больше нравится расцветка оранжево-серебристая, такая классическая. Больше, чем вот такого черного. Я вот со своей стороны хочу сказать, чем мне не нравится. Вот сейчас в таком цвете он выглядит вот, ну, немножко, знаете, как китайская игрушка. Он весь какой-то такой, ну, мне не нравится Вот белый, с оранжевым, еще на оранжевой раме Выглядит просто ма Он выглядит вот именно как КТМ издалека Ну, типа, с двух километров и закрыть глаза Я не знал, что у меня придут зеркала Но я взял такие вот, кстати, по совету Гоша Он вроде себе тоже такие брал Вот у меня точно такие же сейчас стоят Вот, да, я покажу Вот у меня точно такие же сейчас стоят на моем мотарде Супер просто зеркала, отличные лопухи В них просто все видно Их невозможно сломать, потому что они под рулем Поэтому, опять же, смотрите видос, где я говорю про... Да, потому что к ним в комплект вот такие зеркала Они сразу сломаются Это стандартные обычные дорожные зеркала Их надо сразу снимать, потому что они сразу сломаются Да, ну вот, разница Да И счетчик моточасов, который мы сейчас будем устанавливать И да, и единственное, что вот Самая важная часть это моточасы Ты его с Алиэкспресса взял? Да, я его взял с Алиэкспресса Потому что у нас, блядь, эта херня Продается чуть ли не за 15-20 баксов Один в один Да, да, подтверждаю Поэтому полный бред брать у нас Поэтому надо заранее покупать, чтобы не попасть на такие деньги Это самое простое, потому что у меня стоял Сразу же с оборотами Тоже удобная штука Потому что он показывает прямо в цифрах Более точно обороты, чем стандартный этот Но, опять же, тоже нормальная тема Так, значит, с допами закончили, да? Ну, единственное, что я хотел бы показать Это такая сеточка на багажник Но там для шлема Багажник ты не будешь снимать? Я, скорее всего, пока оставлю этот багажник И, может быть, что-то возить с собой Там, не знаю, пиво Ну, это обычная, да, сетка такая Так, переходим к чему? К распаковке К чего? Распаковка, экипировка Экипировки Антон, короче, очень ненормальный человек Он почему-то купил себе полный экип Причем дорогой экип Нет, чтобы вот так вот поэндурить Хотя бы первые пару лет Понять, оно твое или нет Не, он такой Я хочу себе гаерны, брейсы Я, в первую очередь, за безопасность Я не из-за того, что хочу топовый экип Просто я знаю, что топовый экип Это безопасно Ну, как минимум безопаснее, чем вот Как ты сейчас в шлепках Давай, показывай Давай начнем с самого низа И дойдем до самого верха То есть, что у тебя за боты? Боты у меня гаерны S22 У тебя весь экип новый, да? Насколько я помню, ты брал? Да, ничего булочного я не брал Все новое Давай, распаковка коробочки Опа Так, что у нас тут? Ну, блин, красивые, кстати Серенькие такие С красненьким Они с этикеткой Я, наверное, так и с ней буду Я, да, советую так Потому что потом сможешь продать Если что Если вдруг не твое Это шарнирные, да? Давай поясним Это шарнирные боты Такого Они как бы как считаются? Среднего все-таки уровня? Они считаются топовым В них даже на гонках участвуют Ну, подожди В Гаерна Среди линейки Гаерна 22-е это разве топ? Это топ Есть с гортексом А, 12-е, по-моему, пониже идут, да? 12-е просто такие же Но они просто уже не происходят Так, окей Давай дальше На коленнике Точнее, в твоем случае что? В моем случае я долго-долго думал Что мне лучше взять На коленнике или брейсы И в итоге я вышел На человека с брейсами То есть мне все рекомендовали брейсы Они тоже новые Но ты не с магазином, да? Просто взял? Они тоже новые Да, абсолютно Это что? Ох, ниху... Это лид Но они под кусквар Ну, блин, слушай, но... Сажал, не мод, не кусквар Но ты знаешь, по-моему, зашквар, блин После этого садится на каю Ну, слушай, для начинающих Это ничего нет зашквар В этом садится на каю Это зашквар Что за модель названия ты нам сказал? Лид, да? Это лид Без понятия, какая модель Просто лид Подожди, я, может, конечно, тупой Но а где, собственно, защита самого вот этого? Если ты падаешь вот Да-да-да Защита... То есть здесь они съемные Они надеваются, как колготки Типа на колени Колени сами А, и ты сверху эти защелкиваются? Сверху защелкиваются эти А можешь показать их сразу? Они реально здесь есть А, может быть, тебе без них, да, продали? Не-не-не, я точно их мерил Я их точно их взял Я их точно мерил Потом оставил продавцу и уехал Надо поискать их дома Потому что их... Ну да, сейчас мы домой быстренько порежем монтаж Антон на такси туда обратно скатает Ну вот, видишь, я не проверил просто Если я взял эти наколенники с собой Ну, как бы, брейсы уже есть Ну, ты смотри Ты, если что, просто падай на бок Они вперед коленями Хорошо Черепашка Кто у тебя Донателло? А черепашка у меня Вот такая А чербис А чербис Ну, как бы стандартная черепашка С грудью цельной Да И с рукавами И сразу с этими Защитой локтей Ага Шлем у тебя что? ЛС-2, да? Шлем у меня ЛС-2 Кстати, не помню, какой ты в итоге взял Человека? У меня самого ЛС-2 Я не знаю ЛС-2 хороший бренд Я много чего О, у тебя карбоневый Ну, слушай, блин Для новичка, который только купил мод До тебя, блин, эндуристы Сейчас просто вот Вот этими штуками покроют Скажут Ты куда, блин? Ездить не научился Купился из карбона шлем Ну, я отъездить научился Но, понимаешь, я просто За то, чтобы хотя бы чуть-чуть На пару грамм он был легче Сколько весит? Обычный 1150 Слушай, а это не тот, который сразу трубочку имеет Для питья? Да, да У него в комплекте есть трубочка для гидратора Которая Да, вот это классная штука на самом деле Да, то есть сразу пьете вот во время гоночки Ну и сам костюмчик у тебя Давай покажи по цветам Он у тебя цвета мотоцикла Который тебе не пришел в таком цвете Да, и сумчик у меня Тоже Ачербис, по-моему Да, Ачербис По-моему, если честно По-моему, Ацербис Ацербис, мне кажется, это читается Хотя хер его знает Ну, знаешь, по-молдавски читается Ачербис Ну, да, Ачербис По-китайски Перчатки ты тоже забыл дома Перчатки вот у меня есть Смотри, целый набор перчаток А, так вот, да, да, да Это же вот твои Вот костюм, смотри Да, это же тоже Это же тоже Ацербис Ацербис Да, 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 все верно А, кстати, 30 лей стоит Да, отлично Нет, не 30, подожди, 12 лей Ну и хорошая очень такая вот эта пупырышки Хорошо Церкость хорошая Да, именно оно Почки Это называется, да, защита глаз В первую очередь Глаза уже всего лишь Всего лишь два глаза Поэтому сразу Слушай, нормально Могло быть и меньше Тоже под цвет мотика Которого у тебя нет Класс Они тонированные Чуть-чуть найдут Стекло, да Там есть еще одно стекло Которое чисто, по-моему, прозрачное Ну это, чтобы они не потели Вот Оно же А, подожди, ты можешь поменять это? Ага, понял Там есть разноцветные стекла Которые ты можешь так купить Понял, понял Так, ну, давай слушай немножко в цифрах Если не секрет Сколько ты за экип отвалил? Слушай, секрет, не секрет Но я сам не считал Но примерно столько же, сколько мотик Я думаю Да меньше, мне кажется Ты чего? Ты гонишь? Пол мотика Пол мотика Да, вот могу подтвердить Экип на самом деле эндуро Он не дешевый нифига То есть минимум Если вот вы берете себе эндуро экип Ну вот прям минимум Минимум это где-то 700-800 евро Если долго с магазином брать Короче, нифига не дешевая тема А вот по-хорошему, да Оно стоит достаточно все дорого Короче, у тебя здесь Неплохая такая сумма денег Вот валяется в этом углу Я скину координаты гаража Мы поставили двойную защиту Так что Двойная защита это два ржавых замка? Да, да, да Два ржавых замка Здесь электрошокер У нас, кстати, света нет в гараже Ага, понятно Так, Антон тем временем Фотографирует свой мотоцикл Ты же его сразу на продажу, да? Ходишь поставить? Да, на 3 девятки вот Делают 3 девять Сразу же на 3 девятки Покажи, что получилось Красота? Блин, ну топовое объявление Просто сразу же вижу Будет Короче, пацаны Продается мотик Антон продает Пробега ноль Ни разу не заводился Все пленки на месте Что по цене? Договориться можно? Да, цена договорная Пишите Цена договорная Окей, все Пацаны Пишите Инстаграм Антона Продается Классная прокатушка Антон не продается Спасибо Не, ну слушай Давай так По цене, думаю Договорятся люди Да не, это не основная пленка Это дополнительная Основную я тебе оставил Основная, вот она Главное не оторви Вместе с винилом Ну ты, кстати, бы это оставил Что за пись ты это АСМР, блять Охуенный АСМР у тебя Ты бы не снимал это Ну поцарапаешь винил же А так останется Для продажи Вот такие у нас блогеры Ну слушай Пахнет приятно Вот как дешевый Какой-то фен из Китая Вот ты его открываешь А на вкус как? Так же Открываешь И вот просто Вот этот вот Приятный запах Дешевого пластика Да Да Так и пахнет Сиденья понюхать не буду Ты уже наверняка Все пропердел Я даже не садился Это сиденье Единственное Ну слушай Продавцы в магазине И сборщики в Китае Точно его пропердели Все Оно выглядит Проперженным уже Хотя ты тоже Выглядишь проперженным Кстати Что примечательно Пластик-то у него Весь черный Поэтому даже Если ты закажешь Другой комплект Наклеек Он все равно Останется черным И двигатель тоже Самый черный у него Поэтому особо Его в другой цвет Не сделаешь Ну да Давай-давай-давай Вот это с двигателя Точно надо снять Вот он прикипит Тебе даже ключи дали И две стяжки Махамутика даже дали Да, две стяжки Богатая комплектация Блин, ну это комплектация Люкс как-никак Две целых стяжки Смотрите, два Причем смотри Заметь Черные Как и весь свой мотоцикл Приборочка Какая у него Пацаны Вы посмотрите Вот эта девочка У него была До тех пор Как он сорвал С него все пленки Это, кстати, нормально Не сорвешь Она вся под багажником Останется Она, бля Останется кусками Сейчас мы все решим Под болтами Под этим всем Под болтами Это не страшно Покрышка, конечно Узненькая 110 всего Вот я, кстати, на свой Поставил 140 покрышку Смотрите здесь Вот в углу Отдельное видео Как поставил я 140 покрышку На китайца Мотик после этого Начал выглядеть Просто бомбово И зацеп Вот не сравнится Нисколько с этой покрышкой Потому что, ну честно говоря Покрышка дубовая Я на ней Сколько на стоковый Катал по асфальту Она вообще не стерлась Ни капельки Слушай, а пластик мягкий Проверим Свернем его в трубочку Я надеюсь, что он Как твой стул Стул должен быть мягким Не жидким Не твердым Ты смотри, какая линза Четверная Тут, тут, тут Ну вы посмотрите КТМ Стоило это КТМ отдыхает Стоило это Десятилетие ожидания Ты же его ожидал Примерно 15 лет Да, пока его доставят Не будем об этом Это очень грустная тема Вот это говно Сразу сломается Причем сегодня же Я прямо сейчас хочу снять Но я предлагаю заснять Как оно сломается Нет Это надо снимать сразу же Так Мы готовы К торжественному запуску Сейчас Антон Весь обольется бензином И мотоцикл И мы будем готовы Его запускать Да? Да Боевой настрой Вот мотоцикл Все пленочки Содрали с него Смотрите Какая стоит Просто лялечка Антон Антон тем временем Пытается нащупать Горловину У канистры Нет, нет Оно не совсем так работает Ты мне напоминаешь Вот этот кадр из фильма Где чувак Квадратное В треугольное Отверстие Пытался засунуть И я знаю Что такое квадратное Отверстие Откручиваем пробочку Ты немножко давай Комментируй процесс А то я за тебя стараюсь Я сам не знаю Что я делаю сейчас Но вот эта пробочка От бака Так Это канистра Я ее сегодня приобрел С бензином Прям продавалось Бензин топовый Какой? 95-й? 95-й Дешевый сам Или премиум? Премиум Ты че, блин? Другого не было А, ну ладно Просто нет смысла Сюда лить Хоть что-то Дороже, чем 76-й Нужно отсосать Поша Сейчас, подожди Сейчас я расстегну Ну смотри Да блин, собака Не пролил даже пока ничего О, АСМР Нет, льется, блин Блять Ну ты калека сраная Ну че ты, блин Шланг свой достаешь Так резко Половина мимо Половина в бак Немножко весь вспотел Ну что поделать Я работал А я буду снимать Пока как у тебя Капает с пальца бензин Прямо Где лужа? А, вот оно И Да хватит уже Нахер ты заливаешь только Мы же все равно Не будем на нем гататься Ты же его продаешь Только, пожалуйста Не обрызгай все вокруг А обтрусить шланг Тебя что, не учили? Так, понятненько Так, в этой рубрике Антон ломает канистру Дальше мы увидим Как ты ломаешь мотоцикл Я надеюсь, нет Эта штучка Она должна быть вот так Ага Это рубрика Полезные советы от Антона Вот Так Теперь я закручу Ага, класс Я дождусь момента Когда ты поймешь Что ты сделал Не совсем так Вот это в конце Вот этот момент Собственно и настал уже Смотрите, какой красивый Карбоновый мотор тут стоит А? И какой красивый у него Автор в очках Так, первый запуск Шайтан машины Антон, ты Блин, слушай Мне как бы отсюда не упасть С этого С этого С этого самого Ты готов? Готов Прям в передаче его заводи Не забудь Так Антон пытается понять Как заводить свой мотоцикл Не будем ему мешать Можешь помочь А где у тебя кнопки все? С какой стороны? Ох, ёпта, блин Ты хоть ключ зажигания повернул? А, ну ключ зажигания тоже Гоша повернет Не, повернул Ты его с передачи-то сними Подсос открой Передача в среднее должна быть Наверх подними И зелененькое должно загореть Во, нейтральное Тебе подсос в ключе Подсос это кто? Подсос это ты Слушай, какой ты калич Покажи Да, все равно не найдешь Это сложно Для мужиков Давай 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 дергай дрыгалку Дай ему теперь прогреться спокойно Поставь там подножку И отойди отсюда Иди домой Ох, какая линзовая у него фара Бог ты мой Вы посмотрите на это Все, он прогрелся, Антон Убирай подсос И теперь заводи нормально Специально для подписчиков Моего телеграм-канала Эксклюзивные кадры Как Антон переодевается Если вы хотите посмотреть Переходим по ссылочке Канал называется Привет, я Гоша Там будем сейчас снимать Как Антон будет голенький стоять Я не буду голенький стоять Закрой свой рот И становись голеньким Я буду перейдываться на картон Подожди Подожди Так нужно, как нужен мороз Давай дождемся зимы Посмотрите Ох, ну ничего себе Вы только посмотрите Здесь еще и контур такой Я в шоке И смотрите Здесь еще заряд аккумулятора Зачем-то дается Нахер он нужен Поставьте, блядь Уровень топлива Как благородно он пердит Так тихо Не то, что вот этот вот зверюга Который пердит так Чтоб умрут все соседи Такой вот Ох, вот этот Запах Ох Этот, как его Богатой смеси Ух, бодрит Да, я типа Вот сейчас все заблюрено Антон стоит полностью голый Временем мне интересно очень Антон, ты собрался брать на панель Или куда В своих колготках В сеточку Он, кстати, нашел все-таки эти штуки Слушай, а ты не можешь просто Вот так поехать Вот так вот Просто топ, блин Вкус Варно Так, Антон Тем временем ты все еще одеваешь экип Скажи, как ощущения Давай красное лицо заснимем Такое ощущение, что я уже накатался Пока все это одевал Надевал Ну вы посмотрите на него Просто супермен А полететь можешь? Да Красавец Так, Антон с удивлением Обнаружил, что в эндуро форме Оказывается, нет карманов Кто бы мог подумать? Ну... Поэтому ключи ты запихаешь себе куда? Карман Да нет карманов Нету карманов Блин Вот этот хихлястик Его не очень удобно застегивать В чем вопрос? Если ты мне можешь помочь Его застегнуть Ну могу Но хочу ли я? Наконец-то Спустя час Выпуск Хоть что-то будет Блин Давай, первые километры Антона Напоминаем На счетчике Ноль И, собственно, ноль Это скилл Антона Так что сейчас Ноль на ноль Что-то даст у нас Вот меня что смущает Здесь очень крутая горка А скилл Антон Я, скорее всего, туда проеду Скорее всего, это ключевое слово Потому что никто не уверен Куда проедет На самом деле, Антон Перед смертью не надышишься Прыгать нужно именно в тот момент Когда больше всего страшно Так Я побегу за тобой с камерой Первая передача вниз Сцепление не бросаем Антон, если что, не особо умеет ездить Поэтому, как бы, я это То, что ему говорю Это реально полезная информация Так, он уже выкатил ногой Первый метр проехал Е-е-е Все, выключай Глуши мотор Первый метр пройден Да, все, хватит с себя Контент снят Пошли по домам Да, первую передачу Воткни вниз Вниз ногой И все Что ты стоишь как Обопрись этой ногой Правильно И той ногой вниз передача Давай, Антон Ты все сможешь Все, воткнул ее Плавно сцепление Чуть-чуть газа добавь И вперед Только подожди ее Пропусти человека Давай Давай, не бойся Боже, блин Миллиметр для Антона Но большой шаг для человечества Точнее Большой миллиметр для Антона И ничего для человечества Сейчас он заглопнет Ну, конечно На холостых ходах В эту горку Взлетит только так 300 кубов же, да, у Антона Че нам тут Попытка номер два Надеюсь, это будет вторая попытка А не потом Типа нарезка такая День тридцатый Антон все еще пытается Проехать туда Во Во Да-да-да Молодец О, боже Мы здесь надолго Может, я пройду первый метр Ну, давай, попробуй Е-е-е Е-е-е И миг, во-первых Как я в тапочках стою Это важно Что я в тапочках Что мы за безопасность О, нейтралочку нашли О, его надо прогреть немножко еще Да, он не прогретый Мы готовы Ты готов бежать? Готов Но он, кстати, плохо тянет По сравнению с моим Ну, блин, он вялый И сцепление тугое, если честно, очень Давай, нейтралочку находим Все Электростартером сильно не крутим Ну, все, отпускаем, да И самое главное Не в стеночку Смотри, обороты слишком маленькие у нас Давай мы их чуть подкрутим Они должны быть две тысячи Во-во-во Сцепление отпускай, отпускай Все Молодец Поехал Е-е-е Первые метры Ох, сложно с этими детьми Они так быстро растут Не успеваешь только, блин, на это самое А он уже, вон, уезжает от тебя Фух, ребятки Это самое Выпуск очень классный Очень насыщенный Блин, показали всю подноготную Ну, только Антона до трусов Точнее, до трусов его разделили Точнее, трусы с него только не сняли Я вас прошу Вот просто царский лайк лепите Подпишитесь на канал Оставьте комментарий Вот, если вы хотите такие лайфстайл Покатушечки и прочее Поддержите этот контент Снимаем на дикой жаре Дико устали Вот уже просто все на нервах Антон, вон, нервничает Пипец А мы для вас контентик делаем Поэтому бахните просто ваш царский лайк Твое состояние после первых пары метров Слушай, эмоции зашкаливают Я боюсь вторые пару метров сделать Хочется пить Хочется домой Но сейчас посмотрим Я еще хочу прокатиться в лесочке сегодня И не убиться Короче, сейчас немножко прокатился на мостике Во-первых, полная жопа Что нет свободного хода у ручки Абсолютно Вот она просто вот зажата сцепление Причем здесь как бы уже выкручено Вкручено до максимума Нужно отпускать отсюда То есть вот это вот с завода С завода не настроена Нормальная ручка сцепления Нету никакого хода Полное говнище А ключей у нас сегодня нет Я не знаю Может быть из-за того, что Нет свободного хода И получается диски сцепления Чуть-чуть все время разомкнуты То есть оно не отпущено до конца Может быть поэтому он не едет Но даешь газ И он никуда не едет Абсолютно Да, я понимаю, что я уже избалован этим мотардом 450 кубовым Но он просто не едет Он должен каким-то быть более резким Мне кажется Хотя может быть я реально просто забыл Что такое Т4 Но 300 кубов Я думал, он типа будет чуть-чуть посерьезнее Чем то, что было у меня Ну не знаю Сейчас короче выйдем в лес Ну тебе на первое время хватит Ты и так обосрешься Антон, эндуро мотоцикл Немножко для других занятий Попробуй на него сесть и поехать Возможно понравится Не, первая горочка Антона Ох, блядь И туда я хотел заехать Ну смотрите Едет по Кантон Никогда так руки не держи Вот смотри, как ты едешь И про сцепление Руки, положение рук Смотри, как ты едешь Вот так Руки подняты в локтях Ты уставать будешь Но надо ехать именно так Давай еще раз руки поставил Правильно Вот так Прямо выше локти Вот Это атакующая твоя позиция Вот так ты едешь Да, устаешь Но пока вначале езжай так Потому что руль так у тебя не вылетит Два пальца на сцепление И один всегда палец держишь на тормозной ручке Он у тебя как индикатор Один Тормозишь всегда одним пальцем Прямой держишь Смотри, в чем суть Ручка газа открыта Значит, тормозить не можешь Когда ручку газа закрыл Палец упал Тормозить можешь Понял? Антон пытается развернуться Мы делаем фотку для превью И есть шанс, что он сейчас упадет Поэтому я, собственно, это и снимаю Нет, смотрите, блин Ползет жук Так, пользуясь красивым моментом Пока мы в полях Давай пару слов Ты что, падать хочешь? Не, я не хочу падать На самом деле Это намного круче, чем я думал То есть не так страшно, во-первых Антон, проехал, блядь, 300 метров Это круто Я принялся вот сюда Отсюда видно наш весь город Это Чиканы, кстати Так что Ну да, красиво Закат, офигение Дома прям видны Слышно только нас и кукурузу И мужика, который на квадрике проезжает постоянно Ну да, и мужика одного Ну, не важно Все равно это классный вай Атмосфера Доволен всем, да? Я очень доволен Ну что, круто Проехались мы совсем мало Но уже скоро темнеет И надо по домам собираться Поэтому я думаю На первый раз вообще Вполне достаточно Что по мотчику скажешь? Ну, хотя ты, наверное, ничего пока не можешь сказать Пока ничего не могу сказать Но видно, что нужны какие-то доработки Настраивать его надо Вот эти вот всякие мигалки Для эндуро они нафиг не нужны Я их постоянно задеваю ногой Вот здесь Особенно этот переключатель Заднего Поворотника И Не знаю Вроде тянет Для новичка это вообще вау Ну да, да Ну что, короче Поздравляю тебя С твоей покупкой С твоим выездом Спасибо за это В следующий раз перчатки Не забывай свои Ядерностроительные Да Короче, красиво у нас тут Вот в этом, собственно, и прелесть эндуро То, что вот вы взяли, выехали На самом деле сюда можно на любом монтике выехать Но на эндуро можно выехать еще в более удивительные места А, смотрите Мне очень понравилось кататься на эндуро Субтитры сделал DimaTorzok Он просто заглох на ходу Что случилось? На ходу просто заглох А? Просто заглох на ходу И сейчас Сейчас не заводишь Бля, стоп, а ну прекрати Сейчас зальешь свечи, бля Я тебя здесь остану Оставлю погибать У тебя, кстати, камера снимала? Да А может и нет Да, снимала вроде Что ты делаешь? Репейник все убираю На ходу заглох, да? Да А крайник, блядь, открывать кто будет? Гений Блядь, а ты же мне его закрыл? Я тебе его не закрывал Вниз Вниз Действительно, мотоцикл без бензина не едет Сегодня Антон выяснил Ох, посмотрите, какая красота Да, вот просто закат Уже солнце зашло Но, блин, так красиво Я даже с вами сейчас двигатель Просто включил Чтобы вот ехать Не шуметь Наслаждаться вот этим всем Видом И природой В наши дни Так много суеты Мы все куда-то бежим Все устаем Постоянно кричим Говорим Общаемся И вот таких моментов не хватает Блядь, ну не в меня, пожалуйста Падай куда угодно Только не в меня Не знаю Тяжелый-то? Нет Не заводится Он с газонишем Редактор субтитров А.Семкин